Особое мнение на 101FM Председатель общественного совета При региональной службе по тарифам Насколько я понимаю, на этой неделе Как раз общественный совет собирается На заседание Небольшие анонсы того, что нас ждет Что подорожает в следующем году Мы с Константином тоже постараемся успеть дать Начнем наверняка с дорог На прошлой неделе, если мне память не изменяет В пятницу это было Прошло заседание Как раз рабочей группы И вы подводили итоги года Традиционная наша история То есть проект безопасные и качественные дороги Программа дорожный миллиард Это уже наш региональный ремонт грунтовых дорог Обо всем этом вы говорили Ну и про транспорт, наверное, тоже не забыли Да, конечно, мы говорили и про дорожный миллиард И про реализацию БКД национального проекта Безопасные и качественные дороги В рамках 2023 года В городе Кировской области Мы много вопросов обсуждали Обсуждали тему безопасности на дорогах По той причине, что, как мы наблюдаем с вами Количество ДТП Особенно ДТП со смертельным исходом Их не становится все меньше В общих показателях, если сказать То мы, конечно, снижение есть Оно несущественно, но это снижение есть Но, конечно, бы хотелось, чтобы Больше жизни кировчан И не только кировчан сохранялись А не погибали Поэтому все равно есть статистика Которая говорит о том, что люди погибают На дорогах Значит, какие-то меры Либо делаются не до конца правильно Именно меры в рамках безопасности Дорожного движения Либо эти меры Их надо еще делать больше Поэтому вот как раз Эти ряд вопросов Мы обсуждали в рамках заседания Рабочей группы в пятницу Ну, давайте с БКД начнем БКД, давайте слушателям напомним БКД реализуется в Кирове БКД реализуется в Кирове С 2008-19 года До этого был это приоритетный проект Потом стал национальным проектом И до сих пор Хорошо, что до сих пор Этот национальный проект продолжается Пока об окончании речи нету Я думаю, что до 2030-го Эта история вся продолжится Посмотрим, как это будет Но, по крайней мере, реализация идет И это радует наших кировчан Радует то, что дороги в Кировской области Становятся лучше В Кирове или в Кировской области? И в Кирове, и в Кировской области Потому что в рамках БКД у нас идет Ремонт дороги в рамках Кировской агломерации Это Слободской, Кировщик, Песк, город Киров А также в рамках региональной сети Это вся Кировская область практически Поэтому, как мы замечаем Дороги становятся лучше По крайней мере, не хуже Это радует Есть у общественников вопросы К реализации проекта в этом году? Или все хорошо? Нет, сказать все хорошо нельзя По той причине, что Всегда можно лучше Рабочая группа Это такой, знаете, как живой организм У нас нет У каждого есть свои суждения Как бы в рабочей группе Понятно, что ряд членов рабочей группы Высказывались категорично Что реализация национального проекта провалена Ряд членов высказывались положительно В этом числе и я По той причине, что я считаю, что все равно реализация проекта сделана в полной мере С точки зрения, знаете, как бы Его надо разделить Есть реализация проекта в рамках ремонта дорог Да, мы сделали, мы отремонтировали Сто процентов практически все дороги Все сделано Что планировались, то сделали А есть реализация национального проекта Вот как раз первый показатель Это безопасность и качество Особенная безопасность Когда количество смертности на дороге должно существенно снижаться Вот в этом показателе Мы, конечно, не успеваем Не успеваем за теми трендами За теми показателями, которые вписаны В сам национальный проект, да Потому что мы Вообще, на самом деле, это какая-то уникальная история Наверное, ну Не первый уже год тоже об этом говорят Как только дороги стали улучшаться Так количество аварий на этих самых дорогах Оно выросло Ну, количество аварий растет Потому что люди разгоняются На хорошем аспальте Да, они начинают радоваться Они начинают ускоряться Давайте так И происходит ДТП Особенно происходит ДТП со смертельным исходом Поэтому в большинстве случаев Опять же, есть еще один подпроект В рамках национального проекта Это безопасность Это безопасность Это уменьшение точек концентрации ДТП Что непосредственно в регионе В городе Кирове происходит Но по всей вероятности Это не до конца все те меры, которые надо делать А вот эти серые заборчики, которые у нас появлялись Они как раз по БКД появлялись Ну, серые заборчики не по БКД Но в рамках безопасности дорожного движения Поэтому серые заборчики Я не скажу, что они очень сильно спасают По крайней мере, они ограждают людей Лишний раз выбегать на дорогу Потому что, ну, сами понимаете Серый заборчик Вот Но суть Если, например, разделить еще, опять же Город Киров Кировскую область Да, и федеральные автомобильные дороги В рамках Смертности на дорогах Да, то город Киров на протяжении уже практически Как минимум двух лет Что прошлый год особенно Хороший показатель был Практически мы выполнили Ну, не практически А мы перевыполнили В рамках национального проекта Прошлый год Именно город Киров По безопасности По количеству уменьшения смертности То в этом году мы, конечно Этот показатель Он, опять же, ниже Но не в тех показателях Которых требуется В рамках национального проекта Конечно Конечные цифры Будут подведены Уже в январе месяце Потому что у нас еще декабрь Не закончился И пока рано говорить Что вот мы там Все плохо Либо все хорошо Нужно прожить декабрь Постучать по дереву Как мы это любим делать Да И сказать, что Давайте люди Въездить аккуратно Не будем нарушать Правила дорожного движения Особенно будем внимательны На дорогах А я в таком случае Не очень понимаю Как вот обыватель Человек, который далек Немножко от дорожной темы И от контроля какого-то За поведением водителей На дороге А какие еще меры Могут предприниматься То есть я понимаю Что качество дорожного покрытия Чем способствует безопасности Людям не надо объезжать яму Это раз Как обыватель Отвлекаться на это А с другой Эти же серые заборчики Значит ограждают водителя От внезапного появления пешеходов На дороге в неположенных местах А что еще Снижение скоростного режима Снижение скоростного режима К примеру Вот у нас в городе В большинстве случаев 60 Да Ограничение 60 Плюс-минус там 10 По 40 везде поставили Ну не везде еще Ну много где поставили Многие попадаются Это попадаются Но и это влияет на безопасность Дорожного движения Это влияет на тяжесть последствий Понимаете Если ДТП происходит При скорости 40 км в час Либо даже при 60 То тяжесть последствий Она намного Ну Намного отличается Особенно если это ДТП с пешеходами Да Особенно это ДТП А вот Основная цифра Которая стреляет в городе Кирове Это ДТП с пешеходами Это Отсутствие нормального освещения На пешеходных переходах Это особенно Вот сейчас Осенний Осенний-зимний период времени Когда у нас Пасмурно Когда у нас Осадки Там дождь Снег Без разницы Да Это все влияет Как раз на безопасность Дорожного движения И основной Как бы тренд Можно сказать Показатели Которые выстреливают Это конечно Правонарушения На пешеходных переходах Либо вне пешеходных переходах Связаны с пешеходами Да Вот Вот с этим показателем Мы должны Более существенно работать Особенно улучшать освещение В городе Кирове Особенно в рамках Пешеходных переходов И не только Лучше совсем Потому что У нас Один из наших Членов рабочей группы И частый гость Вашей студии Это Юрий Иванович Да Больная тема Любит говорить Про освещенность И не освещенность Да Он наверное Неоднократно И здесь И везде Поднимает вопрос Не освещенности Наших улиц Хотя казалось бы Фонари висят Все светит Но вот Этот показатель Неосвещенности Он очень Интересен По причине Что вот Например ГИБДД нам Рассказали историю В рамках рабочей группы Заседания Что они сейчас Вышли в суд С четырьмя Ну как бы С четырьмя Получается Исками Нет Они вышли На администрацию По четырем С четырьмя Требованиями Или как-то так Называется Администрация Их обжалуют Пытаются Обжалуют И основной Из моментов Связанных По обжалованию Это То что Сотрудник ГИБДД Обязан был Замерить Освещение Не Силу тока Ага Либо К напряжению На данном Месте Грубо данном Данного Фонаря Или как-то так Вот это Такое суждение Судьи На сегодняшний день И они понять не могут Как сотрудник ГИБДД Будет замерять Силу напряжения И почему он Обязан это Совсем замерять Но вот пока На сегодняшний день У них Три решения В суде находятся И их пытается Протестовать Администрация По той причине Что сотрудник ГИБДД Не замерил Силу тока Либо напряжения На данном В данном месте Интересный вывод Сотрудник ГИБДД Это конечно Может быть и замерит Но от того Что он замерит И намерит Неплановые Показатели Например Людям-то Проще от этого Не станет Так вопрос Сотрудник ГИБДД Он не электрик Давайте с этого У него не специализировано Образование И он не имеет права Никаким образом В чужое оборудование Лезть И так Освещенность Освещенность Ну это основное Это если мы берем Город Если мы берем Трассы То это конечно Ой там мне кажется Еще более болезненный В основном Это болезненная Это не только освещенность Это и скоростной режим Это выезд На встречную полосу В основном Такие ДТП Которые С смертельным исходом У нас получаются Вот Ну конечно В рамках региональных дорог Я уж про федеральные Не буду говорить Потому что там Меры выполняются В этом году У нас что интересно Если в прошлом году Федеральные дороги По смертности Стреляли Ну как бы Высокий показатель был То в этом году Они существенно снизились Зато региональные дороги В этом году Ну они ниже Того показателя Что в прошлом году Но все равно Не в норме В рамках национального проекта Поэтому Основной Тренд Который должен быть Про который Не раз уже говорил Губернатор Это Камеры Фото Видеофиксации Без них мы никуда Не денемся Их надо увеличивать Чтобы снижать Скоростной режим На наших региональных дорогах Хотя бы Чтобы все ездили В тех требованиях Скоростного режима Как 90 Значит Грубо 90 Если 60 Значит 60 После Тем самым Мы хотя бы Будем уменьшать Тяжесть последствий Дорожно-транспортного происшествия Так Чего еще не хватает Чего еще не хватает Для того Чтобы безопасным было Передвижение Освещение По которому С вами говорим Скоростной режим Мы наблюдаем Что освещение увеличивает Ну как бы Количество освещения Все равно Населенных пунктов С каждым годом В Кировской области Увеличивается И все ездят И все видят Вот сейчас например Давайте Недолго Скоро запустят Освещение На советском тракте В районе Получается Ну старый Где раньше пост был Вот советский тракт Вот этот перекресток И там И так есть освещение А вот дальше Уже в сторону Ноловецка Там сейчас Столбы стоят В ближайшее время Освещение будет Плюс Успешно реализуется Проект в рамках Заборчиков Только уже заборчики Не в рамках территории Города Кира А в рамках Региональных дорог Тоже советский тракт Показатель Что лишний раз Животное Особенно лоси Которые у нас Сетки мы имеем Сетки Заборчики Сетки Да Они не выбегут На проезжую часть На дорогу И не произойдет ДТП А в таких случаях У нас ДТП происходит Ну с большим тяжестей Последствия Да мы помним Конечно Эти случаи Трагические В том числе С гибелью водителей С гибелью водителей Поэтому вот Основные моменты Которые связаны На сегодняшний день С дорожно-транспортным происшествия Когда происходит Гибель водителей Пассажиров То есть в целом По реализации Самого проекта Ну вот Если не брать Эту часть С безопасностью Претензий У рабочей группы нет Нет В целом нет По реализации Проекта В рамках ремонтов Претензий У рабочей группы нет Это Что касается Федеральной части Там программы Да Что я вижу Опять же Как обыватель Традиционная история С раскопками Нашего города И реализацией Нескольких Скажем так Крупных программ То есть Помимо программы БКД Есть же еще Комфортная Комфортная среда Да Плюсом Есть у нас Программа По реконструкции Тепловых сетей Концессия Никуда не делась Да И насколько я помню Вот все эти программы Запускались еще При предыдущем губернаторе Васильеве Да И тогда еще Говорилось Что надо нам Сделать так Чтобы разные ведомства Согласовывали Свои графики И чтобы не оказывалось Так Что тут копают По свежему асфальту А здесь значит Не доделали И теряется Ощущение такое Что все как-то забыли Про то что должна быть Какая-то кооперация Ну Кооперация Она возможно и должна быть Но с учетом того Что сейчас Большинство улиц Города Кирова Они уже сделаны В рамках национального проекта А все равно будут раскапывать Все равно будут раскапывать И понимаете Конечно Хотелось бы Как вы правильно говорите Эту кооперацию Хотелось бы Чтобы они совместно Что-то Договаривались Да Но наблюдаем Что ситуация Она просто В большинстве случаев Либо Она наполовину контролируема Либо она не контролируема Совсем Потому что Вот например Один из хороших примеров В этом году Когда у нас Улицу Воровского В районе ЦУМа Октябрьского проспекта Перекопали Да Существенно перекопали Да И сроки По поводу сдачи объекта Они передвигались постоянно Несколько раз То нам обещали Что нам К дню города То еще К какому-нибудь дню То 1 августа То 1 сентября В итоге Объект Запустили уже После 1 сентября Да Там уже ближе К октябрю месяцу В итоге Вот эти все сроки Они знаете Не знаю для кого они Но точно не для горожан И ресурсники Они на сегодняшний день Что хотят То и творят в городе Но с другой стороны Ведь они же делают Хорошее дело Скажем так Да Ну то есть понятно Что с какими-то ограничениями Для горожан Так никто не говорит Что это плохо С точки зрения То что они делают Да С точки зрения Кооперации Вот нет этой кооперации С точки зрения То что они меняют сети Понятно что это Во благо кировчан Во благо Не меньше прорывов Меньше будут копать В этих местах Да Особенно на таких Магистральных улицах Как улица Воровского Например Но хотелось бы Чтобы все За свои Как говорят слова Отвечали Да Отвечали Если мы говорим Что мы сдаем объект Грубо Там 1 июля Давайте сдавать 1 июля А не искать потом Кучу-кучу причин Почему мы не смогли 1 июля сделать Если мы говорим О том Что мы готовы Там Ну не знаю Там Вот тогда-то Тогда-то На такое-то время Время мы перекроем Дорогу И мы это сделаем Давайте это делать Просто поймите Сейчас уже сложился Тренд Что ресурсникам Не верят Правильно Вы же сами сказали Им не верят С точки зрения Реализации их Сроков Строительства Да А почему им не верят Потому что Уже годами Обещают Обещают А все равно Уходят Все равно Не сделают Все равно Передвигают Сроки Все равно Куда-то там Каким-то образом Это все происходит И постоянно Находится Оправдание А оправдания Не должны быть Должно быть Вот четко Ясно Мы говорим Там на неделю Закрыли Значит за неделю Мы должны сделать Вот Я как бы Придерживаюсь С той позиции Что Сказал Сделал А если не можешь Сделать Так лучше Не говори Лучше Не делай Но тут Видимо вопрос Все-таки В сроках Возможно Разрешение Просто дается На какой-то Ограниченный Период И У них нет Возможности Запросить заранее Более длинное Время Для того Чтобы все Делать Нет Правильно Что им не дают Очень длинное Время У нас Была эта история Помните Мы с вами Когда им давали Там От сил Там С 1 мая До 1 октября Грубо Да И спокойно Ремонтировали Они это Да Им сейчас ограничили Эти сроки Но опять Они не успевают От них вписаться Ну в общем Вот это болезненный вопрос К которому Надо будет Обращаться Видимо В следующем году Более Внимательно Честно Каждый год Следующий Это год у нас Константин Юбилейный Я надеюсь Перекопанный Перекопанный Город В юбилейный Год Это как-то Не очень красиво Выглядит Надеемся Что в следующем году Основные центральные улицы Перекапывать не будут Потому что И была договоренность Я как знаю С администрацией И с ресурсниками Что в этом году Они все Что им требовалось По центральным улицам Они сделали А в следующий год Они уйдут во дворы Либо на небольшие Периферийные улицы Периферийные улицы Годом мы не будем Ресурсников наблюдать Прямо У центрального здания Правительства Кировской области Так К программе Дорожный миллиард Очень быстренько Давайте обратимся Напомню Коротко Слушателям Или Константин Он больше Наверное в курсе Может напомнить Что это такое То есть Выделяется Определенное количество денег На ремонт Дорог Уже не в Кирове А на территории Кировской области Да Причем Участки выбираются Путем народного голосования Очень На мой взгляд Очень крутая программа По той причине Что деньги Это отдельный миллиард Не считая дорожного фонда Выделяется на Дороги Кировской области Особенно на отдаленные районы На села Поселки Без разницы Деревни Это когда Те точки на карте В которых никогда бюджет личного Ну вот местного Да Либо местного бюджета не хватит Либо туда национальный проект Никогда не придет Но при этом Люди могут сами выбрать Могут сами проголосовать И сами Как говорится Постараться Сделать так Чтобы у них эту дорогу Отремонтировали Вот Программа Когда запустилась Когда было голосование Программа запустилась Было очень много вопросов Константин В связи с чем Населенный пункт Который крупнее В котором больше живет народа Естественно Набирает большее количество голосов Там да Тот участок Который они заявляют Чем та дорога В которой Ну Которой пользуется Скажем так Меньшее количество людей Вот это вот Была большая проблема То есть Действительно Получается Ну Неравновесная Какая-то Да История Мы Сразу же ставим Фактически Ну Все населенные пункты В ситуацию У кого больше Ну Тех и отремонтируют Может быть Это логично Нет Я бы вам Знаете Как сказал Любая программа Имеет шероховатости А особенно Та программа Которая запускается Впервые Даже вспомним Если ППМИ Когда она начиналась Там тоже были поначалу Очень много вопросов Сейчас же нет Какого-то Есть четко уже Алгоритма Есть люди Уже активно Голосуют Даже между собой Заревнуются И программа Очень четко работает Да Так же и здесь Но она в пилотном режиме Работала Да Она работала Первый год Как минимум Был это пилотный режим Второй год Это следующий Получается Двадцать четвертый Уже будет видно Вот как раз Будет видно Работа С точки зрения Населенных пунктов Которые По численности Не могут Переголосовать По другие Населенные пункты Где больше проживают Победить не могут Но они могут У нас же есть Такой показатель Который сейчас По факту О котором говорят Ну вот посмотрим Как он будет работать Это когда процентное Количество людей Проголосовало Да Ну от численности Проживающих То есть не в абсолютных числах В относительных Получается Да Про это Я помню Где-то осенью Губернатор на совещании Говорил Что мы будем смотреть Не только На процентное количество Сколько проголосовало А на процентное количество Сколько От числа жителей Проголосовало Да Я знаю Что несколько Таких населенных пунктов Например Кирово-Чапецкий район Деревня Васькино Да Они заняли Второе место В списке голосования По Кирово-Чапецкому Району Ну понятно Им было трудно Проголосовать Там между Там первое место Заняла дорога Там Филиппова Каринка Полом Если я не ошибаюсь Там большая такая Дорога получается Понятно Что маленькая деревня Васькино Голосовало Против Как вы правильно Говорите Там против Таких монстров С точки зрения Района Населенных пунктов Понятно По численности Они не могли Но Их Васькино Проголосовало Больше 90% Населения Это тоже Большой показатель Если взять Грубо Их 90% Проголосовало А там Если всех поделить Ну если мы 10 Насобираем 15 Вот За этим показателем Надо тоже гнаться Я надеюсь Что в следующем году Вроде бы говорили О том Что это будет учитываться Вот ждем результаты Пока еще У нас же нет Пока Понимания А как будет в следующем году И какие улицы будут Отремонтированы Есть пока что Да Программа будет продолжаться Да Голосование прошло Да В ближайшее время Мы это увидим Вот И надеюсь Что вот такие Населенные пункты Где люди поверили В эту программу Им обязательно Будут Дано право Ну В общем они увидят Какой-то результат Да Потому что Для понимания Что вот так Цифры В первый год голосовало Десять тысяч Десять тысяч Проголосовало Да Во второй год Уже на 20 Это уже более Пятидесяти тысяч Это прирост в пять раз Ну да Это значит Люди верят Люди идут И люди голосуют Значит программа Работает И она Дает шанс Для граждан Что их улица Их там Дорога Она будет отремонтирована И это очень Круто Проще Три минуты у нас Остается до Перерыва Константин Очень коротко Очень быстро Еще об одной истории Тоже достаточно крупной Это история С нашим аэропортом Мы видим Заявляется уже о том Что у нас В следующем году Будет такая Не знаю уж Юбилейная Или навсегда Маршрутная сетка То есть Несколько новых регионов Появится Да Обещается Я надеюсь Что она не навсегда Если честно Она должна увеличиваться Расширяться Я имею ввиду Что не уменьшится Она Через год После того Как закончится юбилей Вопрос Больше даже Не про Маршрутную сеть Потому что Это понятно Не мы решаем На более высоком уровне Все происходит А вот история С тем Как добирается До Кировского аэропорта И со стоимостью такси Я прям Не знаю Мне кажется Это больной вопрос Для тех Кого не могут Встретить родные Потому что стоимость такси До аэропорта Равна стоимости такси В Москве Практически Я с вами согласен Тоже анализировал Ситуацию И понимаю Что на сегодняшний день Стоимость Добраться из Кирова Особенно В какие-то час пик Еще как бы там Время Стоимость такси Практически Приравнивается Стоимость такси В Москве Поэтому У нас существуют Другие алгоритмы Или другие возможности Как добраться До аэропорта Это общественный транспорт В свое время Если вы там Откроете СМИ Рассказывали о том Что у нас даже Была электричка Когда ты мог На электричке Ну не прямо Конечно В аэропорт Долингасово Есть остановка Прямо напротив Вот как вы заворачиваетесь На аэропорт С основной трассой Напротив этого поворота В лесочке Есть остановка И ты такой По лесочку С чемоданом Ну там Честно Идти не так далеко Но вопрос В том что Есть два варианта Как на общественном транспорте Добраться Аэропорт То есть стоимость такси Настолько высокой Как раз С тем связано Что у нас Нет регулярного Удобного Комфортного Транспортного сообщения Общественного транспорта Ну как один из вариантов Да У нас например Автобус 116 ходит Не всегда На него доберешь Но узнаешь Когда и как И каким образом Мы об этом поговорим После рекламного перерыва Сейчас убегаем На полторы Примерно На половину минуты И вернемся Особое мнение На 101FM Константин Сичихин Сегодня высказывает Свои особые мнения Мы продолжаем Говорим про общественный транспорт И возможности Общественного транспорта Для тех Кто хочет улететь И с Кирова Не уехать на поезде Есть возможности Я не знаю Там шансы Какие-то разговоры О том Что в следующем году В юбилейном году Транспортное сообщение До аэропорта Будет улучшено Я думаю Что возможности Они всегда есть Если мы об этом Вот сейчас с вами Заговорили То нас услышат И конечно Транспортные возможности Особенно доставки Жителей Кирова В аэропорт Общественным транспортом Они улучшатся Ну скажем так Они ведь есть Они есть Есть 116-й Если не ошибаюсь 116-й автобус Раз в час Если мы зайдем На сайт аэропорта Мы с вами найдем Там Несколько абзацев Что у нас есть Автобус Который ходит 116-й Если не ошибаюсь Который ходит От Автовокзала До Аэропорта И обратно Раз в час Но больше Никакой информации Там вы не получите Также вы можете Зайти на Яндекс-карту Этот автобус Там Высвечивается Его можно хотя бы Посмотреть Передварительно Где он едет И каким образом Передвигается Но Вот такой Обширной информацией Во сколько Куда Зачем Почему В какое время Он туда приходит Работает ли он Немножко там Его графика Под Вылет из самолета Каким-то образом Я насколько понимаю Никакого табло У нас в аэропорту Не висит Ничего Через 15 минут Приедет автобус Я не знаю Как сейчас На остановке Там висела Небольшая табличка Тогда остановки Это там еще дойти надо Через парковку Это по идее Должно висеть Перед выходом Из аэропорта Должно висеть Вот это Либо электронное табло Либо еще что-то Через 10 Через 15 минут Приедет автобус Не в каждом аэропорту Я видел такие вот Таблички Что прямо Перед выходом Не каждый аэропорт Юбилей 650-летний город Собирается отмечать И ждет гостей На сайте Три миллиона туристов Или сколько там нам обещают На сайте аэропорта Эта информация Должна быть Ее пока нету Я надеюсь Что в ближайшее время Она появится Более подробная И с точки зрения Во сколько Автобус начинает ездить И во сколько Он заканчивается А в чем проблема Повесить там электронное табло Как на театральной площади Ну Во-первых Табло надо закупить Для того чтобы его повесить Да Проще тогда Не табло повесить А какую-то информационную Табличку повесить Да Там с расписанием Если у нас он ходит Раз в час Если он ходит регулярно Да То он грубо там В 8, в 9, в 10, в 11, в 12 Это нетрудно расписать Предварительно Буду знать С ссылкой Либо с QR-кодом Когда ты QR-код с телефона Считал Зашел там Не знаю На сайт аэропорта Либо на сайт КПАТа Потому что Если я не ошибаюсь КПАТ обслуживает этот рейс Да И там четко тебе Алгоритм весь прописан Во сколько И вплоть до того Что возможно По этой же ссылке Ты зашел там На Яндекс карту И ты увидел этот автобус Где он идет И по какому маршруту Он двигается сейчас Вот это все Можно сделать легко И не надо Никакого Электронного табло Закупать И я надеюсь Что нас с вами Сейчас услышат И в ближайшее время Пусть это не до Нового года Но по крайней мере В январе Мы уже Предварительную информацию О работе Общественного транспорта На сайте аэропорта Еще где-то На сайте правительства На сайте Минтранса Мы увидим На сайте городской администрации Да Хорошо Про наши ожидания И хотелки В следующем году Я думаю Что мы с Константином Еще поговорим Будем Когда подводить итоги Недели через две Этого года И ожидания На следующий год Уже такой блиц У нас будет Давайте коротко Константин Три минуты у нас остается Про тарифы все-таки Пробежимся О чем вы будете говорить На заседании Общественного совета И самое главное К чему нам готовиться За что мы будем платить больше Если будем Платить мы все равно будем больше Без этого никак И будем платить больше За тепловой ресурс Будем платить больше За ТКО За воду За водоотведение Но уже после марта Надеюсь Ну да Но уже после марта Но я вам сразу скажу Что можно сказать Вот из той информации Которую мне предоставил РСТ на сегодняшний день Да То с 1 июня Не Июля получается У нас тариф будет На тепловую энергию Уже 2800 Да С 1 декабря 2578 Это уже вот сейчас Это уже сейчас А нет Это не сейчас Это вот сейчас уже есть Получается До 30-го 06-го Повышение Оно все равно будет И повышение Оно будет порядка Ну вот если сейчас 2 578 То понимаете Если 2830 То в среднем Где-то около 10% Около 10% И вот так По всем тарифам Конечно Будет повышение Оно Никуда мы от этого Не денемся Потому что Все растет Транспортировка растет Энергоресурсы растут И Хорошо Что это рост Вот честно Не там Не на 20 Не на 30% Да А вот в пределах 10% И это На мой взгляд Кажется Что не так и высоко Вот Если брать Например Там Не знаю Тариф Связанный С водоотведением Я могу по цифрам Но я думаю Что это несущественно Будет Всем вы слышите Да на слух Это сложно воспринимается Да на слух Это сложно воспринимается Потому что Знаете В чем еще проблема Я же вам говорю Про тариф Теплоснабжающая Компания Т-плюс А есть же еще У нас живут Кто живут В новых микрорайонах Да Там у них Свои теплоснабжающие Компании Вот как У меня например Свои котельные Да Свои котельные В моем районе Совсем другой тариф Он ниже Потому что Котельная Более современная Более новая И в свое время Я не удивляюсь Что цены на новостройки Растут такими Такими темпами Но котельная Вот Да Это тоже Наверное Существенно Отличается От этого тарифа Да Потому что Ну когда я начинал Я помню Когда я начинал жить Там был полторы тысячи За ресурс Да Я платил примерно Там за гигакалорию Сейчас там порядка 2-200 уже Да Ну вот за период Там например На 5 лет Вырос тариф И так практически Везде эти тарифы Растут Радует Что на сегодняшний день РСТ все равно Как бы очень жестко Их контролирует Очень жестко Проверяет все Программы Четко Ясно Обоснование Обоснование Да Особенно рост Особенно обоснование Там повышения Тарифа в рамках Заработной плат Которые они любят Поднимать В рамках инвестпрограмм Вот к примеру В тарифе Т плюс Инвестпрограмма Примерно 13% Это вот То что сейчас Происходит В рамках Консессии О чем мы с вами Вначале Разговаривали Да То вот в этом Тарифе Вот именно Эта составляющая Инвестпрограммы Всего 13% Основная Составляющая Тарифа На сегодняшний день Если взять Опять же Теплоснабжающую Компанию Да То порядка 58% Это именно Создание Вот этого Энергоресурса Да И транспортировка Энергоресурса Это уже практически 60% Да Как-то не весело Честно говоря Ну почему не весело Ну с другой стороны Ожидаемо Конечно Это ожидаемо И это не говорится Что мы это будем платить Сейчас Это мы начнем платить Только с лета От 24 года Чтобы Немножко подготовились Да люди Конечно Заранее Там же за отопление За отопление Летом мы не платим За летом не платим Но мы уже осенью Это увидим Свыклись с этой мыслью Поэтому надо привыкать Уже Каждый год Все равно идет Повышение тарифов Ну С учетом Инфляции С учетом Повышения цен Еще бы зарплаты Так росли Все Завершаться нам пора Спасибо большое Константину Сичихину Руководителю группы Общественного контроля За ремонтом и содержанием дорог И председателю Общественного совета При РСТ Особое мнение На 101FM